Просьба к Деду Морозу. Дорогой Дедушка Мороз, на этот Новый год я бы хотела, чтобы все стали добрее, а я красивее. Будет время, сделай мужчин умнее. Но если тебе некогда, то просто пошли мне 25-летнего лыжного инструктора. Впрочем, я отвлеклась. Хочу попросить у тебя еще новый обмен веществ. Мне подойдет тот, который у баклана. Эта птица умудряется съедать за день больше, чем весит сама, а в бедрах совсем не поправляется. По-моему, это несправедливо. Стройные бедра гораздо нужнее женщинам, чем каких-то там бакланам. Конечно, я убеждаю себя, что если буду на завтрак есть хлебцы, по вкусу не отличающиеся от оберстки, в которых они упакованы, то рано или поздно превращусь в Кейт Мосс. Мы же оба понимаем, милый дедушка, что это не так. Поэтому, бакланы, запомни. Теперь о прическе. Делай так, чтобы мне не пришлось каждый раз выкладывать 5000 рублей парикмахеру, за то, чтобы через 2 дня после стрижки мои волосы снова обретали первозданно взлохмаченный вид. Мне уже надоело объяснять людям, что я не ночую в клетке с бешеными хомяками. Эпиляция. Дед, ты хоть знаешь, как это мучительно? Я не спорю, есть масса плюсов в том, чтобы быть женщиной. Тебя первые спустят в шлюпки сто ночевого корабля. Можешь пугать мужчин загадочными гинекологическими терминами. Но не скачаемая гражданская война собственными волосами на всей поверхности тела, кроме головы, это невыносимо. Либо подари уже всем нам прибор, который быстро и безболезненно удалял бы все нежелательные волосы, либо введи моду на мохнатых женщин. Далее, трусы. Это серьезная женская проблема, внимание которой в свое время привлекало даже Бриджи Джонс. С трусами все сложно. Всегда каждый день надо принимать решение. Стринги, утягивающие, удобные или без трусов. Утягивающее белье сохранилось со времен Инквизиции. В этом облачении трудно дышать, танцевать и перенимать соблазнительные позы. Думать же можно только об одном. Когда, черт возьми, кончится эта мука. Со стрингами тоже нелегко. В тринги врезают сам знаешь куда. К улице. И странно, что их не используют на допросах. Трусы с сережечками, кружавчиками и прочими сексапильными украшениями тоже далеки от идеала. Может быть, именно из-за этих всех удобных приспособлений современные девушки так быстро соглашаются на секс. Познакомились, выпили по коктейлю и опа, она раздевается. Еще бы. Удобные хлопковые трусы, сон для людей, но они эстетично выглядят. И размером обычно с небольшое развивающее государство. Приходится постоянно помнить, что если девушку в удобных трусах собьет машина, то в морге посмотреть на нее забегутся все санитары. В общем, придумай что-нибудь. Ты же Дед Мороз. Дело удобное, трусы красивые. Вкусно еду малокалорийные. А симпатичных мужчин гетероксосексуальными. И о главном. Целлюлит. Это слово звучит как название излучной инфекции. Хотя гораздо ужаснее. Подумай. Также насчет йогурта. Я не знаю, как там у вас в великом устюге, но у нас ведь его йогурт не до конца выливается из бутылочки. На стенках остается еще рубля на три. Не меньше. Сделай с этим что-нибудь. Вроде все, дорогой дедушка. Вроде все. Подписывайтесь на наш канал, чтобы у нас не ссекал энтузиазизм записывать новые смешные видосики. Телебонькайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых опубликованных видео. Жмакайте по заставке, чтобы посмотреть следующий смешной ролик.